В студии Дарьи Демиллер. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Чирыш вновь выходит из берегов. Что стало причиной на этот раз? Место силы и территория развития. На Алтае начал работу 11-й форум молодых управленцев. Приветлив со всеми. Я никогда не пройду мимо ребенка или человека, который попросит автографа или захочет сфотографировать. Как в Барнауле встречали легенду отечественного хоккея. В Чирышском вновь опасаются подтоплений. В выходные на территории райцентра шли дожди и река разлилась, говорят сельчане. Огромные лужи стоят прямо у заборов. Один из жителей рассказал нам, что река, по его мнению, разливается из-за бреши в Старой Дамбе. Как Старую Дамбу размыло во время наводнения, так вот этот участок и остался. Его не подсыпали, ничего как бы не делали. Сейчас из-за того, что дожди пошли, уровень Чирыша немного поднялся. И вот где вот этот размытый участок, там опять немного образуется протока Чирыша. И вот эта вода опять-таки льется в сторону огорода. По словам Александра, бреш в Старой Дамбе могли устранить еще во время короткого наводнения в конце мая. Но эту работу не сделали. Мужчина подчеркивает, сейчас подтопленных участков нет, вода то прибывает, то убывает. Однако всю ближайшую неделю прогнозируют дожди и грозы. Поэтому река может легко подняться и зайти уже в огороды. В отделе ЧАЭС Чирышского района нас заверили, что вода у участков грунтовая и поднялась из-за повышения уровня реки. Поэтому отсыпка берега ничем не поможет. Тем не менее, специалисты добавили, что в случае необходимости жилые участки будет спасать техника, которая сейчас работает на строительстве защитной дамбы. Техника вся здесь в селе, поблизости. Для проведения каких-то неотложных работ ее в любое время можно подогнать. Краевые следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы Барнаула Александра Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – около миллиона рублей. Следователи предполагают, что замглавы получал ее в течение трех лет. Взамен способствовал заключению муниципального контракта с юрлицом на вывоз жидких бытовых отходов. Напомним, чиновника задержали 6 июня. В тот же день мэр города Сергей Дугин освободил его от должности. А днем ранее Дугин выступил с заявлением увольнять за нарушение закона. А тем временем наша редакция выступает в поддержку московского журналиста, которого задержали 6 июня. Иван Гулунов известен как расследователь, автор сотен публикаций о коррупции властей, риэлторов, сотрудников похоронных служб. А теперь еще и как обвиняемый в употреблении и сбытии наркотиков. При его задержании в рюкзаке нашли пакет незаконного вещества. При этом один из понятых утверждает, что пакет лежал аккуратно поверх всех вещей. МВД уже признала свою ошибку, что некоторые фото с обысков в квартире журналиста были сделаны в другом месте. Адвокаты Ивана не могут ознакомиться с обвинением, потому что им дали всего 15 минут. Все это, по мнению общественности, доказывает, что наркотики подброшены, а дело сфабриковано. В поддержку Гулунова выступают журналисты, музыканты, общественники. По всей стране проходят одиночные пикеты. Уже 130 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить журналиста и подробно изучить его дело. Продолжим. Сегодня в Смоленском районе открылся 11-й молодежный форум «Алтай. Территория развития». В этом году на АТР приехало более полутора тысяч человек из 74 регионов страны и больше 10 стран мира. Главная тема форума – развитие территории. В течение пяти дней молодые управленцы будут представлять свои проекты, претендовать на гранты. Сейчас в образовательных площадках работает наш корреспондент Ирина Корчагина. Буквально недавно завершилось открытие молодежного форума «Алтай. Территория развития». Такое ощущение, что сегодня здесь, на Сибирском подворье, сосредоточена энергия всего Алтайского края. Полторы тысячи участников, федеральные эксперты, приглашенные гости. Среди них, например, легенда хоккея Вячеслав Фетисов. Совсем скоро участники разойдутся по образовательным площадкам. В течение пяти дней они смогут защищать свои проекты, делиться идеями, стартапами. И у каждого участника есть шанс выиграть грант до трех миллионов рублей. Мы продолжаем работать на площадках и подробнее расскажем в вечернем выпуске. Ну а наш корреспондент Илья Кочетков в выходные прошел по новому познавательному маршруту, который скоро появится в Алтайском крае. Илья был в составе группы специалистов регионального отделения Русского географического общества. Они, кстати, повторили часть пути одного из первых в истории следователя Алтая – Петра Шенгина. Илья уже готов поделиться впечатлениями. Виталий Бешко – водник. Прошел по одним только Алтайским рекам многие сотни километров. Валентин Смирнов – специалист по экспедиционным проектам Алтайского отделения РГО. Их объединил интерес к малоизученной странице истории Алтая. В далеком 18 веке по этим местам район реки Черыж и его притоков рекам Кумир, Каргон прошла экспедиция Петра Шенгина. Ученый составил одно из первых подробных описаний этих мест, а также обнаружил больше ста месторождений поделочных камней – порфира, яшмы. Из них потом делали знаменитые на весь мир колыванские вазы, колонны и другие произведения искусства. Этим же путем больше 250 лет назад шла экспедиция Петра Шенгина. Ну, шла, правда, не по воде, а по земле и гораздо медленнее, чем мы. В нашем распоряжении быстроходная лодка, которая уверенно идет вверх по течению. Погода, правда, не радует. Из-за дождей вода прибывает. И стихия, что называется, то и дело ставит нам палки в колеса. Мусор плывет по реке, идти невозможно. Водозаборник забивается, сложно. Приходится останавливаться, прочищать его. Мы четко следуем описанию пути Шенгина. Так точно известно, что здесь, на притоке Большая Татарка, экспедиция вставала лагерем. А многие описанные ученым растения радуют глаз до сих пор. Всего в рамках этой первой экспедиции мы прошли почти 100 километров. Одной из важнейших точек стал вот этот участок реки Кумир. Именно где-то вот здесь, в этих скалах, находятся те самые шурфы, в которых Петр Шангин нашел знаменитые поделочные камни, которые впоследствии использовались на Калуанской камнерезной фабрике. И мы хотим попытаться найти их. В планах несколько экспедиций с участием ученых, ботаников, геологов и других. Итогом станет познавательный маршрут тропа Шенгина, который позволит в будущем туристам посмотреть на родной край с совершенно новой стороны и узнать, что видели и чувствовали те, кто когда-то впервые открывал Алтай. Илья Кочетков, День с толком. Впервые Алтай и Барнаул посетил легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. В краевой столице он посмотрел несколько спортивных объектов и даже пообещал помощь в том, чтобы достроить ледовую арену на проспекте Сибирском. Не отказал никому из своих фанатов. С удовольствием раздавал автографы детям, сфотографировался со всеми желающими и поделился с журналистами тем, почему для него так важно общение с юными хоккеистами. Подробности у Александра Захарова. Вот так олимпийского и мирового чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, встречали жители Барнаула. Как притиснулся, но зато взял автограф. От такого человека мне очень приятно взять автограф. Вячеслав Фетисов пообщался с ребятами из спортшкола Алтая «Динамо» и, конечно, посмотрел ледовый дворец Карандин-арена. Всего в этот день около 700 детей и родителей стали счастливыми обладателями заветного автографа. Взрослые тоже подготовились основательно. Кое-кто даже принес фотографии еще с советских времен. Эмоции переполняет. Словесно невозможно выразить эти эмоции. Ну, конечно, это легендарный человек. Вживую даже просто его увидеть – это уже большая радость. А между тем сам Фетисов рассказал, как в детстве ему удалось обменяться рукопожатиями с легендарным советским хоккеистом Валерием Харлавым. Это ему запомнилось на всю жизнь и стало большим стимулом для будущих побед. С тех пор сам никому не отказывает в фото или автографе. С удовольствием делаю то, что делаю. Если это нужно детям, родителям, то я считаю, что это моя обязанность. Перед теми детьми, которые сегодня хотят играть в хоккей. Я никогда не пройду мимо ребенка или человека, который попросит автографа или захочет сфотографироваться. Да, мне кажется, это очень важно. В Алтайском крае график у Вячеслава Александровича получился насыщенный. Он побывал на открытии краевой спартакиады, работников здравоохранения. Посмотрел долгострой на проспекте Сибирском и даже пообещал помочь завершить строительство как можно быстрее. Побывал на грибном канале и сам вышел на лед сыграть в хоккей в селе Бочкари. Подробнее об этом и в целом о визите депутатов Государственной Думы на Алтай в нашем вечернем эфире. Александр Захаров, Андрей Печоркин. День с толком. От околоспортивных к новостям спортивным. Сергей Шевенков на всех ближайших международных стартах по-прежнему будет выступать в качестве нейтрального спортсмена. Очередное решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Заседание прошло в штаб-квартире в Монако. Это уже 11-е по счету отстранение Отечественной Федерации легкоатлетов, начиная с 2015 года. Тогда участие наших было приостановлено из-за громкого допинг-скандала. Позже международные спортивные функционеры сформировали рабочую группу, которая совместно с российской стороной поэтапно выполняет пункты по восстановлению организации. К примеру, одним из условий должна была стать выплата компенсации более чем в 3 миллиона долларов. По словам руководителя Российской Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, сумма была выплачена еще 31 мая. А пока наши спортсмены вновь остались без флага и гимна. К слову, следующее заседание ассоциации назначено на 23 сентября. Сразу после нашего выпуска прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok